После того, как сегодня правление Резервного банка Австралии решилось на снижение процентной ставки, рынки ждут подобных действий от ФРС 18 марта, а также и от ЕЦБ. Хотя, в отличие от ФРС, в ЕЦБ пока не намекали на готовность к смене курса денежно-кредитной политики. Тем временем инфляция продолжает посылать сигналы Центробанку и еврозоны о необходимости дополнительных стимулов. Согласно опубликованному сегодня предварительному отчету в странах валютного блока, темп роста потребительских цен замедлился до 1,2%, тогда, как ожидалось, сохранение темпа в 1,4% за год. Однако единая европейская валюта демонстрирует относительную устойчивость, снижение носит скорее символический характер, и, что гораздо важнее, началось лишь через полчаса после публикации данных по инфляции. По всей видимости, подобная нерешительность связана с тем, что инвесторы пока не понимают, как факт снижения инфляции отразится на монетарной политике ЕЦБ. Тем более, что речь идет пока лишь о предварительных данных, на основе которых регулятор явно не будет предпринимать каких-то резких шагов. Так что не стоит ждать каких-либо сюрпризов от предстоящего на следующей неделе заседания правления ЕЦБ. С технической точки зрения валютная пара EURUSD на своеобразном синдроме упущенной выгоды сохранила инерционный восходящий ход, в итоге, имея возврат к уровню 1.1180, который отражал нам район условного максимума продолговатой коррекции периодом ранее. Фактически мы получили вертикальное движение, где перекупленность – это не просто слово, а очевидный факт. Сейчас рассматривают район 1.1180 – 1.1230 как своеобразное сопротивление, где коррекция уже имеет очертания, а возможный спуск направлен в сторону значений на 1.1080 и 1.10000. Фунт же смог с начала дня немного улучшить свои позиции, что связано с нежно хорошими данными по индексу деловой активности в строительной сфере Великобритании, который вырос с 48,4 не до 48,6, а сразу до 52,6. В некоторой степени это стало отражением вчерашних данных по рынку кредитования, показавших рост числа одобренных ипотечных кредитов. Таким образом, фунт наконец получил долгожданную причину для того, чтобы хоть как-то остановить свое затянувшееся снижение. Валютная пара GBPUSD продолжила колебания вдоль контрольного уровня 1.2770, где амплитуда имеет ширину более 80 пунктов. Практически мы имеем своеобразное подтверждение ранее поставленных прогнозов, где нисходящий интерес является приоритетной позиции. Иначе отскок с возвратом цены уже давно бы наступил. Вероятно предположить, что в текущей ситуации камнем преткновения стал уровень 1.2770 и его границы. Тем самым нам необходим характерный информационный фон вкупе с инерционным ходом, где в случае совпадения обстоятельств нисходящий ход продолжит свое развитие. Иначе болтанка в пределах уровня сохранится. Позиции на продажу рассматриваем ниже. Больше никаких макроэкономических данных сегодня не публикуется по рынку и не на что ориентироваться. Тем не менее, коррекция по единой европейской валюте напрашивается сама собой, так что с открытием американской сессии возможно начало ее ослабления. Тем не менее, если американские инвесторы решат лучше дождаться итогов супер вторника на праймере с демократической партии, то на рынке будет наблюдаться явная консолидация. На этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!